15 июня в рамках заседания Комитета по развитию производительных сил, инфраструктуры и инновациям Законодательного собрания Края рассмотрели исполнение контрольного вопроса о ходе подготовки к пожароопасному периоду. На встрече была проанализирована сложившаяся в нынешнем году ситуация по тушению лесных пожаров. Выявлены основные проблемы, сформулированы ключевые предложения. Количество пожаров на сегодняшний день у нас 727, что на 200 с лишним больше, чем на эту же дату в прошлом году. Средняя площадь пожара выросла, наверное, в 4 раза. Количество пожаров наибольшее возникает в Чернышевском районе, в Могочинском районе, традиционно в Читинском районе. Одной из причин возникновения лесных пожаров является человеческий фактор. В результате работы по выявлению лиц в виновных в возгораниях имеются сведения о наличии 8 уголовных дел. Более 30 лиц привлечено к административной ответственности. В текущем году была изменена система подходов к пожаротушению. Улучшилась оперативность реагирования. Нам в этом году удалось выделить гораздо больше денежных средств на подготовку к пожароопасному периоду. Больше укомплектовать собственные пожарные силы. Все это привело к тому, что на сегодняшний день мы ни разу не привлекали федеральные силы средствами. За исключением МЧС. То есть, да, на сегодняшний день у нас сложная обстановка, да, у нас растут площади, но мы справляемся с пожарами своими силами. Анатолий Романов отметил, что Министерство природных ресурсов и Забайкальское лесохозяйственное объединение находятся на верном пути организации работы по тушению пожара. По окончанию встречи участниками заседания были определены основные предложения, направленные на дальнейшее совершенствование работы в пожароопасный период. Необходимы нормальные дороги, да, чтобы и учетов был, и выделялись достаточно денежных средств на то, чтобы привести лесные дороги в такой вид, чтобы по ним техника шла нормально. Это вопросы, связанные, конечно, с привлечением наших больших организаций, которые могли бы участвовать в подготовительный особенный период, да и не только. То есть, скоординировать свои действия таким образом, чтобы они совпадали с желанием наших, ну, к примеру, железной дороги. Кроме того, Анатолий Романов обратил внимание на необходимость проведения заблаговременной совместной работы с главами муниципальных образований. Наталья Протаковская, Владимир Николаев, ЗАП-ТВ